Итак, я пока лидирую в турнире на втором месте Майдаль. И у нас начинается партия очередного тура. Я играю черными и на доске разыграна защита Каракан. Гамбитная система. Здесь я перехожу на французские рельсы. И сейчас может последовать ход Е5 с переходом в французскую защиту. Теперь необходимо подорвать базу пешечной цепи ходом С5. Сыграть конь С6, навалиться на пешку Д4. И теперь могут последовать массовые размены на поле Д4. Сейчас меняем коней. Дальше меняем слонов. И потом еще в данном варианте могут поменяться ферзи. Эту позицию очень подробно описывал в своей книге Шершевский. Контуры Эншпиля. Приводил много партий, в которых черные достигали хороших результатов. Можно предложить ничью, поскольку это арена. И здесь время на вес золота. Противник отказывается от ничей. Значит будем играть этот французский Эншпиль. Дальше можно сыграть конь Д7, разменять ферзей. И на доске возникает типичная позиция французского Эншпиля, когда у черных плохой белопольный слон, который упирается в собственные пешки и не может проявить какую-то активность. Но тем не менее очень крепкая позиция с хорошими шансами на ничью. Сейчас белые сыграли Б4. Они нагоняют коня, но одновременно ослабляют поле С4. И пешка на поле С2 становится отсталой, следовательно слабой. Поэтому можно против нее организовывать последующую игру. Белые угрожают поставить филку. Мы просто рокируемся и защищаемся таким образом от этой угрозы. Сейчас на ход А5 можно разменять плохого белопольного слона. Дальше отступить конем на поле С8, перевести его на поле Е7. Затем захватить линию С и работать с отсталой пешкой по линии С. Мне кажется, черные решили все дебютные проблемы. Сейчас можно просто сыграть ладья Б8 и на взятие на поле Б6 забрать ладьей. Да, пешка на поле А7 у меня будет слабой, но у него также будут слабые пешки С3 и Б4. Белые меняются на поле Б7. Берем ладьей, слон под боем, ладьей защищает слона. Можно так, этот ход нельзя делать, там слона 6 будет, поэтому нападем еще раз на слона. Он должен куда-то отступить. И теперь сыграем Ж6, чтобы там не было никаких Ф5 выпадов. Заодно будет форточка у короля. Теперь ставим ладью на линию С, для того, чтобы она давила на отсталую пешку С3. И дальше можно попробовать коня через поле С8 поставить на Б6 и в будущем на С4. Здесь можно пойти Х5, захватить пространство на королевском фланге. Такой полувыжидательный ход и посмотреть, что хотят в этой позиции белые. Теперь сыграем ладья Б6. Самое удивительное, что в этой книге Шершевского приведены партии элитных гроссмейстеров и черные даже побеждали нередко. Может быть и мне стоит попытаться выиграть в эту позицию. Можно подвести короля к полю Б7. То есть освободить одну из ладей от защиты пешки, которая находится на поле А7. Таким образом ладья будет выполнять более активные функции, нежели защита слабой пешки А7. То есть ставим сейчас короля на поле Б7, переводим его туда. Освобождаем ладью от защитительных функций и дальше можно как-то играть типа конь С4 и работать с пешками С3 и Б5. Не стоило видимо белым менять ладьи в этой позиции. Все-таки прорваться черным было бы в этом случае очень трудно. Теперь же у них помимо слабости на поле С3 есть слабость на поле Б5. Сейчас я нападаю на слабую пешку. Белый вынужден эту пешку как-то защищать. И теперь можно сыграть король Б6. Дальше играем, к примеру, конь С5, конь Б3. Так, вот сейчас играем конь С5 и уже грозит взятие на поле Д3 с последующим выигрышем пешки на поле Б5. Если слон отступает на Е2, я ставлю вилку. Белый зевает вилку и остаются без ладьи. Да, белые сдались в этой позиции. Итак, у меня 11 АЧ, я продолжаю лидировать в турнире. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!